Это первое исполненное желание. Любой, кто проходит мимо, может взять с елки снегиря. Она расскажет о том, что бы хотел получить на Новый год один из юных анапчан. В городе-курорте таких площадок две. Одна в торговом центре Красная площадь, другая в гипермаркете Магнит на Анапском шоссе. В городском управлении соцзащиты подготовили 153 открытки с желаниями. От футбольного мяча до детской косметики, машины на пульт управления, флешки, наушники, плееры. То есть каких-то заоблачных подарков, которые стоят многие тысячи рублей, нет. Это дети писали сами. Приобрести необходимую вещь можно в любом удобном месте. Главное принести ее на один из пунктов приема. Здесь в команде волонтеров Никита Ванков. Гражданский активист, парадайвер. Для него это уже третья акция. Самый главный аргумент, что мы должны помогать друг другу. И если у вас есть возможность помочь ребенку, который и так нуждается, то это в вашей помощи и поддержке. Ведь эта помощь, поддержка настолько мала для вас и настолько поможет осуществить такое маленькое новогоднее счастье ребенку, что это нужно делать, нужно помогать. Здесь же сбор пожертвований в помощь больным детям. Акцию организовал фонд «Край добра». Она продлится 10 дней. По опыту предыдущих лет все желания к этому моменту будут исполнены. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.